Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я решил сравнить iPhone 6, это обычная шестерка, не S, и Xiaomi Mi 5. Ну так вот, начнем пожалуй с комплектации, значит с какими коробками они у нас идут. У Mi 5 коробка в разы больше, но комплектация у Mi 5 победнее. Почему-то вот китайцы не кладут наушники в свои устройства, не знаю, хотя они могли бы, у Xiaomi есть свои наушники. Почему они не кладут, допустим, к флагманам свои наушники, я не знаю. Apple молодцы в этом плане, они всегда кладут наушники, но при этом Xiaomi комплектуется быстрой зарядкой. iPhone быструю зарядку не поддерживает, поэтому у него вот такой вот обычный зарядный блок. Ну а теперь переходим к самим телефонам. У Xiaomi дисплей 5,15 дюйма, а здесь у iPhone 6 дисплей 4,7 дюйма. Есть также iPhone Plus, но он уже с 5,5 дюймовым экраном, я рассматриваю именно обычную версию. По дизайну мне, конечно, больше нравится iPhone. Я вообще человек такой, что мне пофигу какой дизайн у телефона, но вот когда мне пришел iPhone, я реально удивился, мне он реально понравился. И мне, ну прям так приятно его держать в руках. И все люди, кстати, которым я показывал iPhone 6, всем он очень сильно понравился. Все говорили, какой красивый телефон. А вот про этот телефон никто не говорил такого, что он какой-то супер красивый. Он обычный, мне кажется, дизайн здесь даже на любителя. Многим он вообще не понравится, потому что здесь вот сбоку как-то логотип Mi как-то непонятно. Кнопка такая узенькая, странная, немного страшная, непропорциональная. Также у него по бокам есть черные рамки, когда экран включен. Ну и еще, если вы знаете, если смотрели видео, этот телефон очень хрупкий. То есть его можно вот так вот согнуть буквально вот двумя пальцами. Я сейчас, если силу приложу, я могу его просто сломать пополам. С этим телефоном такого не получится. Он немножко, возможно, прогнется, но не сломается. То есть он прочнее. И, кстати, на Xiaomi я уже наклеил защитное стекло на экран. Здесь это легко сделать, потому что экран не 2,5D. То есть он не закруглен по краям. А вот у iPhone уже закруглен. То есть здесь защитное стекло не так-то просто будет наклеить. iPhone выполнен из металла. У него полностью металлический корпус, неразборный. А Xiaomi сделан из стекла. Вот эта вот задняя панель, это стекло. Тоже телефон неразборный. Еще мне нравится, что у Xiaomi есть инфракрасный порт. У iPhone такого нету. То есть с помощью Xiaomi вы сможете управлять своим телевизором, кондиционером, другими какими-то устройствами, которые поддерживают инфракрасный порт. Также у Xiaomi мне нравится, что он поддерживает две сим-карты. Вот сейчас я покажу вам лоток. Да, он не поддерживает флешки, но зато две nano-сим-карточки можно сюда поставить. У iPhone почему-то в шестерке, в семерке даже более новой всего одна nano-сим-карта. Не понимаю, почему это так сложно сделать. Это настолько, мне кажется, полезная функция, две сим-карты. И если бы они это вовремя сделали, то очень много людей бы сейчас купило именно iPhone из-за двух сим-карт. Потому что я, например, пользуюсь двумя сим-картами. И для меня это важно. Мне нужен телефон двухсимочный. И делать телефоны в семнадцатом году односимочными, как-то это странно. Включаю телефон, и сейчас постараюсь одновременно включить телефон. И мне просто интересно, какой быстрее загрузится. Опа, и iPhone быстрее. Несмотря на то, что этот телефон гораздо мощнее. Выставлю яркость экрана на максимум, потому что как-то тускловаты немножко экранчики. Так, значит, на Xiaomi максимум и на iPhone. Всё, максимум стоит. Так, по яркости. По яркости мне кажется, что iPhone чуть-чуть ярче. Да, всё-таки iPhone немного ярче. Кстати, есть разница в цветопередаче. Вы видите, iPhone более такой тёплый, а Xiaomi более холодные какие-то тона даёт. Ещё какое отличие кардинальное между Android и iOS. Постоянно я путаюсь. У Android шторку надо открывать сверху вниз, а у iOS наоборот, снизу вверх. А вот на минимальной яркости выигрывает Xiaomi. То есть читать в темноте будет удобнее на этом телефоне. Ну и как вы видите, да, на Xiaomi чёрные рамки. Чёрные рамки не очень приятные, но это только в версии в белом цвете. В чёрном цвете таких рамок не будет заметно. Экраны очень чёткие, никаких пикселей, естественно, вы здесь не увидите, потому что это оба флагмана здесь на экранах не экономили. Теперь о железе. Здесь 4 ядра, здесь 2, как я уже говорил. Здесь работают ядра на частоте 1,4 ГГц, а здесь 1,8. То есть здесь и ядер больше, и работают они на более высокой частоте. Здесь уже 3 ГБ оперативки, здесь всего 1 ГБ. Причём здесь оперативка LPDDR4, современная новая, здесь ещё LPDDR3. Ну почему? Потому что он просто старее. Тогда ещё в 2014 году никто не ставил LPDDR4 оперативку. Внутренней памяти здесь 32 ГБ, здесь 16. Но бывают и другие версии. Процессор, кстати, здесь построен на 14-нанометровом техпроцессе, а здесь на 20-нанометровом. Естественно, чем ниже техпроцесс, тем лучше. То есть по железу здесь полностью выигрывает Xiaomi Mi 5. Здесь он гораздо современнее. И по результатам бенчмарков это видно. Посмотрите, в Antutu какая большая разница. Xiaomi Mi 5 набирает 122 тысячи, а iPhone 6 жалкий 78 тысяч. Ну а это всё цифры, ребята. Это всё цифры, на них большого внимания не стоит обращать. И ещё один тест. Это 3DMark SlyShot Extreme. Самый навороченный тест графики. Здесь Xiaomi тоже в два раза мощнее. То есть о чём это говорит? О том, что здесь видеоускоритель в два раза мощнее, соответственно, он должен лучше тянуть игры. Но, есть одно но. Ребята, на практике я никакой разницы не заметил по быстродействию. Дальше о играх. Что могу сказать о играх? Игры нет смысла тестировать, потому что они идут тоже идеально на самых высоких настройках графики на этом телефоне и на этом телефоне. Если здесь они хорошо идут именно из-за мощного железа, то здесь они идут хорошо из-за оптимизации. Вот даже на iPhone лучше идут игрушки. Потому что когда я играл в танки, в них вообще не было никаких просадок. То есть ровно. Вот как начали играть, так он и играет всё время. Одна и та же частота кадров. Всё очень плавно, всё очень красиво. Здесь же тоже высокая частота кадров. Всё круто. Но бывают моменты, когда немножко игра начинает подтупливать. Кадры снижаются. Потом снова растут. И вот такие вот какие-то микропроседания есть. И поэтому картинка получается не такая плавная, как на iPhone. Здесь, собственно, такая же ситуация, как и с консолями. На консолях, допустим, PS3, если взять PlayStation 3, которая вышла там в далёком-далёком 2006 году, на ней можно до сих пор поиграть в современные игрушки, хотя там очень слабое железо. Там всего 256 мегабайт видеопамяти. Но при этом все разработчики в первую очередь оптимизируют свои игры именно под консоли. И поэтому на старой консоли у вас игра будет идти лучше, чем на старом компьютере. Если вы запустите сейчас, допустим, GTA 5 на 256 мегабайт видеопамяти, она у вас будет дико тормозить, а на PS3 она идёт отлично. Также и с iPhone. Весь софт абсолютно, программы, игры, они просто безупречно оптимизированы под это железо. Поэтому идёт здесь всё неплохо. Теперь поговорим о слабой черте iPhone. Это батарея. Батарея здесь никудышная. 1860 мА. Здесь у нас 3000. И, естественно, этот телефон держит дольше. Допустим, Xiaomi Mi 5 мне хватает с трудом на один день. Этого телефона мне абсолютно не хватает на один день. Мне приходится его заряжать по два раза в день. На морозе он быстро отключается. Приходится его прятать в тепло. Здесь же такого нету. Я провёл один тест. Поставил видео на YouTube смотреть ровно на один час при самой максимальной яркости. И посмотрите, насколько телефоны у меня разрядились. Итак, ну что ж. Запускаем наш тест. Значит, чтобы телефоны заряжены на 100%. И видео я ставлю ровно на один час. Помогать мне будет PPP TV King. Время засекаю. Всё, время пошло. И ставлю видео. Итак, время уже прошло. Даже больше на 3 минуты прошло. В общем, час и 3 минуты, получается, прошло. Так, и смотрим. Значит, Mi 5 разрядился на 10%. То есть, сейчас у него заряд 90%. Айфончик разрядился на 24%. Офигеть! Ну, здесь, конечно, Mi 5 просто разорвал в клочья iPhone 6. Ну, а теперь поговорим о камерах. Камеры очень интересная часть сравнений. Я всегда сравниваю, в первую очередь, камеры на телефонах. Значит, камеры 16 мегапикселей основная камера, а на айфоне всего 8 мегапикселей. И фронтальные камеры тоже смешно звучит у айфона. У айфона камера фронтальная, по-моему, на 1 мегапиксель всего. 1 с чем-то там, 1.1, 1.2. Здесь 4 ультрапикселя. И по качеству я вам скажу, что, ребят, не удивляйтесь, но мне понравился больше айфон. Больше мне понравился айфон. Я, конечно, хвалил в обзоре и рассказывал всем, что камера в Mi 5 хорошая. Она реально хорошая. Но, когда я увидел качество фотографий с айфона, я понял, что айфон все-таки в недосягаемости. Даже старые устройства айфоновские фотают очень и очень неплохо. Да даже если мы говорим по детализации, здесь 16 мегапикселей. То есть, здесь картинка должна быть, ну, в 2 раза четче, чем на айфоне. Потому что здесь 8. Ну, давайте посмотрим. Вот я приближаю, допустим, вот эти надписи. И на айфоне делаю то же самое. Ах, на айфоне не дает он приблизить. Ну, посмотрите. Ну, разве здесь хуже качество? Мне кажется, нет. Мне кажется, здесь даже получше, почетче как-то видно. Единственное, что на Mi 5 немного побольше угол обзора. Вот фотография. Фотографировал какое-то лекарство. При плохом освещении можете увидеть здесь вот мелкий текст. Очень хорошо посмотреть. Вот казахский язык, например, какая детализация. Не сказать, что у айфона хуже. Все-таки, да, чуть-чуть здесь, мне кажется, текст получше на Mi 5. Вот такое вот фото, как видите, небольшой такой портрет. Здесь мне тоже айфон больше понравился, именно из-за цветопередачи. И плюс еще на Mi 5 немного лицо шумновато получилось. То есть, вот такая вот рябь. Здесь оно более такое, ну, гладкое получилось. Но, ребята, фронтальная камера у Mi 5 вне конкуренции. Мне она понравилась больше. Особенно она лучше фотоет при плохом освещении. Здесь камера просто ужасная при плохом освещении. Реально уже устаревшая. Поэтому, кто фотоет себя часто через фронталку, лучше берите Mi 5. Да, кстати, совсем забыл сказать. В Xiaomi Mi 5 еще есть оптическая стабилизация. Она помогает при записи видео, она помогает при фотографировании. Если у вас там руки трясутся, оптическая стабилизация это сгладит. У вас получится не смазанный снимок. Ну, а теперь посмотрите примеры фото и видео. Субтитры сделал DimaTorzok Пример записи видео на Xiaomi Mi 5, Full HD, 30 кадров в секунду. Пример записи видео на iPhone 6, Full HD, 60 кадров в секунду. Видео на фронтальную камеру телефона Xiaomi Mi 5. Видео на фронтальную камеру телефона iPhone 6. Теперь поговорим о звуке, о качестве звука, о динамике. Динамик здесь на нижних торцах, вот он. И здесь он вот в этой части расположен, а здесь микрофон. Так, ну и давайте поставил музыку одинаковую на максимальной громкости. Начнем с Mi 5. Так, и теперь iPhone. Если честно, мне даже как-то не понравился ни Mi 5, ни iPhone, но все-таки... Но все-таки, наверное, Mi 5 получше. И в наушниках, кстати, я тоже послушал музыку, и мне Mi 5 тоже понравился больше. Теперь о сканерах отпечатков пальцев. Какой из них быстрее? Я зарегистрировал пальцы. Так, ну и давайте, для того, чтобы он считал телефон и считали ваш отпечаток, нужно нажать сначала на кнопку, она механическая, и здесь, и здесь. Нажать. И потом уже... Опа! iPhone что-то не хочет меня пускать. Давайте еще раз попробуем. Раз, два, три. Оп, все. Получилось. Еще раз. Раз, два, три. Сейчас что-то почему-то Xiaomi не захотел меня пускать. То есть здесь они, конечно, срабатывают не всегда. Вот на iPhone опять случилась какая-то беда. По быстродействию Xiaomi побыстрее. Все-таки у него по-современней сканер. В общем, как-то так это работает. Все через раз. Ну, мне еще мешает стекло. Видите, у меня здесь стекло наклеено. Если бы не было стекла, возможно, лучше было бы на Xiaomi результат. Но, скажу честно, что мне понравился больше сканер здесь. Почему? Потому что он удобнее. Здесь сама кнопка больше. Здесь она какая-то маленькая, узенькая. И не всегда срабатывает. Но по быстроте Xiaomi сканер побыстрее. Кстати, вот многозадачность. Мне тоже больше понравилась на Xiaomi. Потому что здесь сразу видно, сколько свободно оперативки. Сколько вообще у тебя оперативки. Можно закрепить какое-то приложение. Допустим, вот так вот залочить его. И оно не будет очищаться. У iPhone такого ничего нет. Здесь только просто можно вот так по одному приложению закрывать. Даже нельзя закрыть сразу все приложения. Почему? Ну, вообще ограниченный какой-то функционал. Здесь же можно даже иконки поменять, чтобы они были маленькие, чтобы они были большие. Можно, как я уже сказал, залочить. Можно посмотреть инфо. Можно по одному выкидывать. Можно все сразу очистить. И плюс он показывает еще сколько у вас свободно. Кстати, вот еще об одном плюсе iPhone вспомнил. Это обновление. Если здесь, допустим, у Xiaomi стоит Android 6. На данный момент Android 6 это уже устарело. Android уже есть Android 7. Но он до сих пор работает на Android 6 этот телефон. То есть, Xiaomi не старается его обновить, не торопится. На iPhone же, как только выходит новое обновление, допустим, iOS 10. Вот скоро выйдет, наверное, уже iOS 11. Сразу же, в этот же день, обновляются все устройства абсолютно. На Android нет. На Android такого нет. Кто-то обновит свой телефон. Допустим, Samsung обновляет. HTC может не обновить свои флагманы. И поэтому вот это вот мне не нравится. Что вы можете не получить свежее ПО, свежую операционку. А, допустим, вообще какие-то дешевые, если телефоны говорить, там по 5 тысяч, за по 10 даже тысяч. Вот вы их как купили на пятом Android, либо на шестом. Вы так всю жизнь с ним и останетесь. Потому что их вообще никто обновлять не будет. Зачем производителю заморачиваться, писать какую-то прошивку. Ему легче выпустить сразу новый телефон уже на новом Android и получить еще прибыль за новый телефон. Начать продажи, а тот телефон просто забросить. В этом плане подход Apple мне нравится больше. Даже старые устройства они обновляют до последнего. Когда уже телефон просто на последнем издыхании, они его бросают и перестают поддержку. Допустим, вот у них был iPhone 4s, они его обновляли 5 лет. По идее, 5 лет обновления вам даже и не нужно. Вы, скорее всего, через 2-3 года уже телефон свой смените. А на Android максимум вы пообновляетесь 2 года. И то это в лучшем случае, если у вас какой-то топовый телефон от А-бренда. Если у вас китаец, то, возможно, вы 1 год обновления будете получать, либо вообще его не будете получать. В общем, ребят, какой итог могу подвести? iPhone меня реально поразил. Если я сравнивал, допустим, Mi 5s и iPhone 5s, там Mi 5s был лучше во всем. Но iPhone 6 это уже реально хорошее устройство. Вот его я могу рекомендовать вам. Если сравнивать между двумя этими, я бы, конечно, выбрал Xiaomi, потому что он функциональней просто. Здесь много дурацких запретов. Если бы их не было, я бы, возможно, уже пересел на iPhone. Потому что тоже у него очень-очень много плюсов. В итоге могу сказать, берите, что вам больше нравится. Естественно, этот телефон немножко дешевле. Он берет своей ценой. Этот телефон дороже. Но своих денег, я считаю, он тоже стоит. В общем, ребят, как-то так. Оба телефона очень классные. Оба мне очень понравились. Ссылочки я оставлю, где можно купить эти телефоны. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok